Какие советы ключевые ты мог сказать или посоветовать? У тебя нет прав ни на что, какой-то фальшивый союз. Во-первых, у тебя будет диплом испанский. Моливье, а он написал, что зелёдка под шубой. Всё, до свидания, ваш брак ложный. Hola amigos, bienvenidos, добро пожаловать на канал Кики Мексиканец. И сегодня я очень рад, потому что у меня подруга, почётный гост Настенька. Привет, Настенька. Привет, Кики. Настенька живёт в Барселоне уже сколько лет? В июне будет 4 года. 4 года. Так что, ребята, если вы когда-нибудь, я уверен, что вы думали, что вы хотите жить в Барселоне, сегодня в этом видео будет очень полезная информация, как можно это делать и что не надо делать, я думаю, какие-то советы. Тогда начинаем, Настенька. Немного можешь рассказать, как ты попала в Испанию? Я вышла замуж за испанца, за гражданина Испании. И мы расписались в России. И я, в общем-то, после этого переехала. Мы подтвердили брак, сделали вид на жительство, и потом я нашла работу, и вот уже живём там вместе 4 года счастливы, слава богу. Да. То есть получается, что свадьба была в России, то есть первый враг был в России, а потом мы поехали в Испанию с русским... Да, значит, если вы расписываетесь в России, всё происходит намного быстрее. Расписываетесь в ЗАГСе, и все документы можно подавать без жениха или там невесты, в зависимости от того, какая ситуация. Вы подаёте по доверенности документы, выбираете дату, и потом уже ваш партнёр проезжает именно на момент росписи. Как только вам дали дату, например, 1 февраля, вы можете сразу на следующий день записаться в Испанское консульство. Вы приходите в Испанское консульство приблизительно с тем же списком документов, которые вы привозили в ЗАГС, и привозите свидетельство о браке российское. Вам проводят собеседование, и через две недели вам дают ответ. Признаёт ваш брак Испания или не признаёт. Вот. Но обычно, я вот, честно говоря, не знаю таких случаев, чтобы не признавали. Мне кажется, это должно быть что-то такое, совсем какой-то фальшивый союз, чтобы это не признали. Обычно нет никаких проблем. Я могу одна, опять же, прийти и это всё забрать. Не обязательно присутствовать моему партнёру. Вы берёте просто испанскую обычную туристическую визу, это может быть. Приезжайте в Испанию, там оформляйте документы. Именно уже в вид на жительство. То есть Испания уже признала ваш брак, и вы уже приехали, вы уже жена. А когда признаёт этот брак, они дают какую-то виз или рассиденцию? Они дают тебе либру де фамилия. Это как наше российское свидетельство о браке, но испанский вариант. То есть она похожа на книжку такую, как трудовая. Понятно. Быть, да, жена – это хорошая работа. Да, да, да. И ещё они дают сертификату литураль де матримонию. Её очень важно с собой взять. То есть либру де фамилия недостаточно для первого этапа. Нужно взять этот сертификат и нужно обязательно обратить внимание, какой у него срок действия. Я вот сейчас, к сожалению, точно не помню, 3 месяца или 6. Но он обязательно, когда вы будете подавать документы, обязательно он должен быть действующим. Хорошо, спасибо. Это, конечно, очень интересный случай, но я полагаю, что, наверное, очень много тоже интересуется, потому что, наверное, они ещё не знакомы с каким-то человеком из Испании. Есть люди, которые приезжают туристы в Барселоне. Как мы говорили, один из любимых городов для русских. И они понимают, что когда они находятся как туристы, они хотят оставаться. Можно ли найти работу как с туристической визой? Можно ли начинать процесс рассиденции с туристической визой? И по времени, если это всё-таки возможно. Туристическую визу не переделывают в вид на жительство. Вы должны либо пойти по пути тоже брака, либо с кем-то договориться. Но здесь есть, опять же, риск, что если это не настоящий брак, то это всё может очень быстро раскрыться, и никакие документы вам не дадут, и вообще могут быть очень негативные последствия. Но другой вариант – это нелегально остаться. То есть легальных вариантов нет. Туристическая виза не меняется ни на какой другой тип визы. Мне кажется, можно доплатить и её как-то продлить. Но легально вы её поменять не можете ни на учебную, ни на рабочую, ни на какую. То есть туристическая, она остаётся туристической. Если вы решили остаться нелегально, то есть многие люди действительно переезжают просто в туристической, уже зная, что они там останутся. Как это происходит? Вам нужно где-то зарегистрироваться, где вы будете жить. Сделать импадронаменту. И вы три... То есть ты можешь объявлять, что ты закончила визу, но при этом жить? Это сложный вопрос. То есть у тебя должна быть какая-то регистрация, и ты должен продемонстрировать, что ты уже три года как минимум живёшь в Испании. То есть, возможно, вы запишетесь на какие-то курсы. Ну, то есть, либо какие-то даже чеки иногда из супермаркета приносят, какой-то там год, 2017, или уже здесь 2017. Да, интересно. Но это очень сложный процесс, и там очень много требований. То есть, во-первых, вы доказываете, что вы три года уже живёте в Испании. Это называется вид на жительство по осёдлости. Потом, вы должны договориться с какой-то испанской компанией, чтобы она, грубо говоря, за вас поручилась. Чтобы она сказала, вот, нет, вы знаете, мы искали по всему Евросоюзу, но такого хорошего специалиста, как вот Вася, мы не нашли. Вот, пожалуйста, мы очень хотим его нанять. Мы ему сделали контракт на год, и, пожалуйста, сделайте ему вид на жительство. Но у меня вот есть знакомый, он так сделал, ну, ему отказали. Получается, ты опять переподаёшь, опять переподаёшь и так далее. То есть, это такой очень скользкий, к сожалению, путь, очень такой ненадёжный. И, в принципе, ты находишься в очень таком уязвимом положении всё это время, потому что у тебя нет прав ни на что, ты нелегал. Да, а скажи, пожалуйста, допустим, эта ситуация, допустим, если ты объявляешь, что ты нелегален, но хочешь оставаться, они могут тебя депортировать? Хороший вопрос. Честно говоря, я точно не знаю. Но, то есть, я знаю, что это очень распространённый ВНЖ именно по осёдлости. Ну, не только русские так делают, и из других стран тоже ребята приезжают и так делают. То есть, если тебе остаёшься три года, неважно как, ты доказываешь, что ты три года в Испании, разумеется, что, скорее всего, уже нелегально, потому что не бывает визу по три года как турист. Да, да, да. А потом начнёшь подать вот документы. Подадёшь документы, доказываешь, я здесь уже три года живу, я покупаю еду, я где-то живу, плачу какую-то кварплату. И плюс ко всему, вот, компания, они хотят меня нанять. Они мне сделали годовой контракт, они очень хотят меня нанять. И скажи, пожалуйста, а когда человек приезжает, вот эти случаи, которые не остались как нелегально, как легко найти работу и насколько это получается? Проблема в том, что вы находитесь в очень уязвимом положении. Вы нелегал, и вам не будут делать никакой официальный контракт. Куда угодно можете устроиться. А принимают легко? То есть люди желают? На самом деле это очень сложно. Ну, то есть устроиться можно, можно работать нелегалом. Да. Но тебе могут не заплатить, ты никак это не отопьёшь. Обманывать, да. Да. Ну, обычно, мне кажется, это какие-то такие работы очень... Расторанные. Нисколько квалифицированы. Даже не рестораны, потому что все бизнесы, они все отчитываются. Кого они наняли, на что они потратили и так далее. И из-за этого сотрудника они тоже должны отчитываться. То есть это возможно. У меня в основном кто... Вот я знаю, кто так переезжает. В основном это какой-то фриланс. То есть либо человек ходит там, что-то чинит, что-то ремонтирует. Ему просто на руки выдают деньги. И всё. То есть вот это такой вариант. Ну и, естественно, понятно, вы можете там онлайн как-то работать. Если вы, не знаю, преподаватель, или вы пишете статьи, или любая другая онлайн работа, понятно, что тоже вы можете так работать. Но вам вряд ли сделают банковскую карту. Да. А скажи, пожалуйста, допустим, в Арселоне есть какая-то как союз русскоговорящий, что поддерживают друг друга? В принципе, да. Никто за вас ничего не сделает. Но, например, если вы что-то хорошо чините, или особенно если вы занимаетесь какими-то услугами эстетики, вы стрижёте, вы там ногти делаете, всегда можно найти то, что есть русские мигранты, которые просто любят работать с русскоговорящими. Или они не говорят там на испанском, ни на каком другом. Или им не нравится, как испанцы предоставляют эти услуги. Вот особенно русские девушки, они говорят, ну вот не знаю, вот я попробовала и там к испанке сходить, и к той испанке сходить. Ну вот по-уродски она меня стрижёт, ничего не могу сделать. И ищет какую-то русскую девушку, которая будет это сделать так, как ей нравится. Вот, поэтому, то есть это возможно, но стабильно себя чувствовать не будет. А как легко найти работу, допустим, если не говоришь по-испански? Допустим, даже если у тебя документы есть? На самом деле очень сложно. То есть, если есть хотя бы английский, то ещё как-то можно устроиться. Ну и зависит, опять же, от вашей квалификации, что вы умеете делать. То есть, если вы какой-нибудь программист, понятно, что вам больше дверей будет открытых. Например, если у вас есть английский, всегда, если вам нравится мода, например, всегда можно пойти в какой-нибудь дорогой бутик работать. Я сама, когда искала работу, я очень много видела вакансий в какие-нибудь там бутики на Диагонали, ещё где-то. И там искали, в общем-то, русский язык, китайский язык. Но обязательно, чтобы был либо английский, либо испанский. То есть, естественно, как бы тем, кто тебя нанимает, им надо как-то с тобой общаться, им надо как-то какой-то контракт тебе сделать. Ну да, нужно какая-то отвязься. Да, какая-то коммуникация должна быть. Но в целом, всё-таки без языка очень сложно. То есть, это... А, как совет, допустим, если человек хочет попробовать, советуешь, допустим, поехать как студент? Когда ты находишься как студент, тебе дают, может быть, какие-то более преимущества, чем как турист? Или можешь получить рабочую бису, если тебя ещё не наняли на работу? Или как можно, допустим? Да, студенческий вариант, он очень хороший, потому что, во-первых, у тебя будет диплом испанский. Они знают, что это. Это не какой-то там российский университет, который, ну, вроде какой-то известный, но они на самом деле, для них они... Это всё пустой звук. У тебя испанский диплом будет какой-то. Потом, ты пока студент, ты можешь работать, по-моему, 20 часов в неделю. То есть, ты уже можешь начать искать какую-то работу, ты можешь где-то взять себя зарекомендовать. И эти люди, возможно, они просто тебя оставят. Ты можешь пойти на практику. Ты можешь просто дальше учиться и параллельно работать. То есть, а потом уже подать на какой-то рабочую же вид визы. То есть, студенческая, она такая довольно выгодная, я бы сказала. Другое дело, что, опять же, чтобы подать на студенческую визу, вам нужно куда-то поступить, вам нужно... Ну, приглашение, да, в университет? Да, приглашение от университета. Вам нужно обязательно продемонстрировать, что вы можете не только учёбу оплатить, но что вы можете оплатить проживание, вам будет на что жить там и так далее. Нужно это доказать, что ты можешь учиться и не работать. Но для получения визы... Ты должен доказать, что ты обеспечиваешь. Ты должен доказать, что можешь и не работать, и ты не будешь там, не знаю, милости не просить на улице, грубо говоря. Главная идея в том, что ты должен продемонстрировать государству, которое тебя принимает, что им выгодно тебя принять. У меня есть деньги, я уже знаю, что я буду делать. Я, может быть, хочу купить квартиру в Испании, или я хочу купить акции, там, какой-нибудь, не знаю, Хамонес, Торрес, там, хочу купить их акции, я не знаю, что. То есть государство должно быть ненакладно тебя принять. Если ты студент, после окончания университета тебе дает какую-то возможность получить резиденцию, или должен ждать три года, или когда, допустим, внести ты студент? Как студент ты не можешь подать на ПМЖ. Пока ты учишься, это считается или не считается, как бремя пребывания в Испании? Нет, это считается, это считается, но ты не можешь подать на... Сразу, да? То есть ты должен доказать... Ты должен найти какую-то работу, то есть ты, грубо говоря, должен попытаться свой студенческий вид на жительство перевести либо в рабочую визу, либо выйти замуж, там, или жениться. То есть студенческое можно перевести? То есть если туристическое нельзя, студенческое можно как-нибудь... Да, да. А, хорошо, это важно. Так что, ребята, учиться в Испании, это, конечно, очень хороший вариант. И, Настенька, допустим, если у нас где-то более благополучная ситуация, покупка жильё, знаешь немного, как это работает? Да, есть вид на жительство. Ну, в целом, я бы это объединила, как ты переезжаешь как инвестор. Либо ты покупаешь жильё, либо, вот как мы уже говорили, ты как самозанятый, да, то есть ты где-то работаешь в другой стране, но ты... Обеспеченный человек. Да, ты обеспеченный человек. Там есть такое условие, что ты должен инвестировать на какую-то определённую сумму. То есть, ну, насколько я помню, квартира от 500 тысяч евро должна стоить. То есть нельзя купить гараж и потом подавать на... Койка-меса, да, какой-то койка. Да, и потом подавать на ПМЖ. Думаю, что же есть недвижимое имущество. Ну вот, то есть и с инвестициями то же самое. Вы точно так же можете купить акции или ещё как-то вложиться в страну. Можете открыть там свой бизнес. Но это всё рассматривается. Это должно всё... А как быстро, допустим, ты покупаешь жильё или насколько быстро это... Потому что здесь три года ни при чём, да? Да, здесь совершенно не важно. Ты уже вложился, как бы ты молодец. Где-то 4-5 месяцев, мне кажется, это всё занимает. Но это если вы вот знаете, как это оформить правильно. Да, это важно. То есть иногда проще, если вы уж можете купить себе квартиру за... Наверное, за 1000 евро. Вам может быть проще кого-то просто нанять, чтобы он вам оформил все бумаги и не мучиться. Согласен. Настенька, чтобы закончить. Наверное, во время всей этой процедуры, которую ты сделала, все эти процессы, какие советы ключевые ты мог сказать или посоветовать человеку, который сейчас находится не в Испании, а планирует жить в Испании, в том числе в Барселоне? Адекватно оценивайте свои усилия. Если у вас нет денег, и вы не готовы переезжать нелегально, то, наверное, надо как-то накопить что-то сделать, чтобы вы могли себе обеспечить тот или иной вид переезда. Второе. Смотрите всегда официальные источники. Это очень полезно читать вот эти форумы, каналы в Телеграме и всё вот это вот. Но нужно всегда смотреть официальную информацию. Потому что она меняется из года в год, разные требования, разные формы заполнения. Если вы смотрите это всё, например, на сайте Министерства внутренних дел, понятно, что это актуальная информация. А то, что там Вася написал три года назад, оно могло уже 10 раз измениться. И вы приедете с теми документами, которые Вася написал, он скажет, нет, нам надо ещё вот это, вот это и вот это. Или вы там накопили 10 тысяч евро, нет, а у нас уже 25 тысяч евро нужно. И будьте готовы, что может занять больше времени, что можете потратить больше денег. Готовьтесь. То есть нужно хороший бюджет, да? Да. Если вы сами это делаете, будьте готовы к этому, да. Потому что мы все, к сожалению, не юристы, и мы можем как-то не так проинтерпретировать, недопонять и так далее. Когда ты подаёшь сам, ну да. А если сравнивать с Россией, чувствуется там бюрократия? Или не всё-таки так сложно? Смотря что делать. Если какой-то именно нелегальный переезд, ну это очень сложно. То есть ты иногда можешь собрать, вот у меня знакомый собрал весь пакет документов для сёдлости, и мы отказали. Непонятно почему. То есть они всегда могут тебе отказать. Если это по браку, например, это очень просто. Мне кажется, они даже ничего особо не смотрят. Мне кажется, это такая формальность для них. Ну то есть если у вас там не совсем, вы вчера там на сайте списались, сегодня пошли. Они тебе делают фотографии? Или какое могло быть доказательство, что это... Они тебе проводят собеседование. Ага. И вас сажают в разные комнаты и дают... Одновременно, то есть? Одновременно, да. И дают вам список вопросов. И вы отвечаете там, как зовут маму, как зовут папу, там, какая любимая еда, там, какой университет закончил. Но на самом деле мы когда проходили с мужем это собеседование, мы поняли, да мы могли просто за час до этого встретиться и договориться. Просто он бы мне сказал, там, мою маму зовут так, мою папу зовут так, у меня две сестры, там, и так далее. Вот. Но они смотрят визы, например. То есть они видят, что ты несколько раз приезжал в Испанию, он приезжал несколько раз в Россию. Спрашивают, как вы познакомились, или если ваши истории не сходятся, там, да, это уже идет проблема. Вот. Поэтому, ну, все равно это такая формальность. То есть если вы реально в отношениях, ну, никто не будет придираться, что ты написал, что его любимый салат это, там, оливье, а он написал, что зеледка под шубой. Все, до свидания, ваш брак ложный. Ну, такого тоже нет. Ну, смешно, да. Не оцениваете. Может, вы не хотите переехать, но все равно очень интересно знать, как этот процесс бывает. Тем более человек, который это уже делал, получил, и поэтому спасибо огромное, Настенька. Не за что, я много рада. Ну, и, дорогие amigos, напишите в комментариях, если вы хотели переехать в Испанию, какой из этих вариантов вам больше понравилось. И напишите в комментариях, если вы настолько любите Испанию и готовы переехать нелегально. Ну, надеюсь, amigos, что это было интересно. Если вы еще не подписываетесь, пожалуйста, сделайте сейчас. Берегите себя и увидимся совсем-совсем скоро. Adios, amigos. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok